Всем доброе утро! Тут у меня Ванечка идет, сзади у нас идет Мариночка и Оксаночка. А там еще ученики должны сейчас идти. Мы собрались в школу, в садик, в школу и едем. На автобусе, так как мороз на улице минус 18, на санках не повезу. Я в такие морозы стараюсь на автобусе возить. Тайсон! Тайсон, сейчас Егорка выйдет. Выходим аккуратно, на дорогу не выходим. Давай, давай, давай. Ваня, стой! Ладно, все, мы идем в садик. На автобус идем, чтобы ехать в садик. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Дорогие друзья, сейчас хочу заняться мясом. Вот это вот куриное филе у меня, а это свинина. Тут косточка есть. Косточку на суп сделаем, а свинину нарежем на мелкие кусочки. Где-то гуляш можно будет сделать, где-то что-то приготовить. Короче, занимаемся мясом. Так, курицу я разделала на два вида. Вот это я хочу попробовать сделать куриные домашние наггинсы. Я не знаю, мне кажется, толсто, да, нарезала. Напишите в комментариях, толсто, нет, нарезала. А это я хочу для плова. Потом плов сделаем. Такими кусочками нарезала. Самое то будет. И сейчас займусь свининой. Так, теперь мы достанем кусок свинины. Он у меня большой. Я когда-то у нас здесь бывает продают свинину, то я покупаю сразу. Не торможу, а сразу беру. Потому что мясо в семье всегда надо. Что вот здесь как-то он. Здесь косточка, вот она по сути, вот она небольшая. И остальное всё свинина идёт. Сейчас мне на косточку отделить от мякоти. Видите, вот это вот косточка. Тут мякоть ещё большая, это на супчик хорошо будет. А остальное вот всё мякоть. Сейчас будем эту мякоть разрезать. Смотрите, вот это вот кусок салаза. С этого мяса. А остальное всё идёт мясо. Тут вот прям с салом. Это я сейчас всё переработаю на мелкие кусочки. Можно даже потом из них что-то вкусненькое приготовить. Видите, какие кусочки прям хорошие. Всё, начинаем перерабатывать это мясо. Ага-побед responding. Ничего не Soy чёрнёв логелый, но имени eso. Редактор субтитров от réseта serialườn. так все вот этот жир я дам сейчас тайсону смотрите что у меня свинина получилось косточка суповая такая вот тут мяса много дальше потом филе такое и сало сало не знаю куда пока применить но тут по идее шкурка хорошая можно засолить этот кусочек будет классно свое домашний сало кстати очень вкусно напомню что из курицы у нас вышло филе для плова или для чего-нибудь и для наггинцев вот только мне кажется некоторые куски у меня чересчур большие такие вот наггинцы сейчас мне купит муж панировочные сухари и мы сделаем с вами вот так вот разделываю я обычно мясо так дорогие друзья муж съездил ось съездил сходил в магазин я его просил купить капусту дети хотят пирожки с капустой сегодня вечером на тушу побольше а завтра сделаю тесто и пожарим пирожки дальше что он купил три булки хлеба яйцо можно будет еще с рисом и яйцом пирожки сделать мандаринки 2 литра молока лук это тоже для пирожков с рисом и яйцом и луком и майонез вот такие вот все его на покупке а на улицу он сказал минус 18 градусов но у нас два дня сейчас будет ребята дистанционно учиться кто с нефтяников именно кто ездит на школьном автобусе потому что обещает мороз до 30 градусов автобуса сказали школьного не будет поэтому вот как то так ну посмотрим что как будет если сильного мороза не будет то может быть в школу поет здесь муж жарит это ты чё с яйцом просто делаешь с яйцом брышки с яйцо обжаривает у нас скоро уже вечер время 5 час ребят смотрите вот что такое понять ничего не могу вот именно это лицо сторона и вот этот верх что случилось аллергию видимо что ли на чё-то она чё понять не могу и вот так вот все лицо сладко вроде не ем ничего такого не ем чё понять не могу чё за фигня ну ладно сейчас схожу в садик муж так панировочные сухарей не купил его думаю в кляре тогда просто сделаю муки с яйцом будет кляр как наггенс дети вообще просят горит мама тогда лучше сделал шаурму ну я не знаю лаваши продают у нас здесь нет если лаваши есть то можно конечно шаурму сделать а если нету то тогда что сейчас посмотрим сначала в садик схожу у нас на улице морозец а так в принципе все нормально у нас окса сидит мандаринки кушает катя пришла со школы лежит под одеялом так что вот такие дорогие друзья у нас дела ладно сейчас переодеваюсь и идем садик так бежим по-быстрому на автобус марина и ледянки все тут по наставляли время без пяти уже даже меньше садик 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 бежим садик у нас кстати на улице мороз тайсон добрый день вот смотрите что за люди мусор выкидывают прям посреди дороги то вообще нормально нет и вот на этом повороте постоянно вот такая вот ерунда ладно бежим на автобус то у нас уже времени много автобуса еще кстати даже нету но нет стоит она идем мы уже пришли домой там маша с мариной убежали уже маша школа тоже приехала с вами идем давали ваня скажи всем привет 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 мы идем до дома так ребят сходила я опять магазин первое что я взяла это колбаску прямо палочку и взяла сухари мужу окажется не заметили в магазине продавцы что есть у них сухари взяла пикантные для курицы вместе перемешаем будет классно дальше взяла два литра молока и два килограмма сахара тут у нас сахар по 56 рублей сейчас будем делать наггинсы куриные немножко ну на пробу детям понравится не понравится домашние наггинсы сейчас переоденусь руки помою будем готовить в первую очередь я смешаю панировочные сухари в одной тарелке потому что они разные мне кажется так вот вкусные пикантные и для курицы видите даже по цвету они разные сейчас возьму ложечку и перемешаем все такие вот сухарики у меня будут для наггетсов не нашла что-то никаких контейнеров у меня нету буду сложить в такую баночку часть сейчас сложу а часть будут сразу делать для наггинсов домашних если детям понравится следующий раз много таких наггинсов наделаю и складываю в баночку больше одну баночку уберем остальные будем пользоваться сейчас сейчас замаринуем с вами мясо для наггинсов сегодня также еще хочу потушить капусту чтобы завтра наделать пирожков побольше вот эту баночку я уберу сейчас сразу этими будем панировать наши наггинсы так руки обязательно помыли сейчас хочу посолить и поперчить нашу курочку ой крышка постоянно почему-то отваливается мне как ты писали настя почему ты не делаешь это как сказать перчатки не одеваешь никогда когда готовишь мне почему-то неудобно в перчатках так и всего так вот делаем ты фартук шьешь катюша фартуком занимается тебе машинку машины наточить а нет надо вот эту штучку сделать это не правильно ну подожди я пока заняты сейчас делаем все это оставляем мариноваться а пока разбиваем яйцо чтоб нам яйца в панировках опять яйца опять панировках делать пока пускай маринуется и горушку молодец здраво отпускает опять все еще будем готовить так как я делаю наггетсы сейчас возьму две вилки вам покажу я сделаю яйцо так же есть у меня панировочные сухари что мы будем делать в первую очередь на вминаем яйце курочку потом делаем ее же в панировочных сухарях потом опять делаем в яйце и опять панировочных сухарях и отправляем на сковородку жарится сейчас я так все сделаю и вам потом покажу так первые мои наггетсы готовы ребята на вид конечно они не очень потому что панировки разные вот в целом как то так я попробую разломить и посмотрим что внутри а внутри хорошая курочка лишь бы детям понравится если не понравится даже больше готовить не буду я тут по пути еще делаю капусту шинкую для того чтобы обжарить и как сказать на пирожки на завтра такая вот ребята вкусно напишите как вы делаете домашние наггетсы мне будет очень интересно вот такой вот ребята у меня был сегодня день я сейчас дожарю дальше капусту потушу чтоб не успеть это видео смонтировать я сейчас его наверно выпущу сразу не начну новый снимать на завтра чтобы меня что-то наснимать так что оставайтесь с нами всем желаю крепкого здоровья всем спасибо вам большое за вашу поддержку за то что вы пишете ваши комментарии я очень вам сильно благодарна всем желаю крепкого здоровья всем грю пока пока